Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. К административной ответственности привлекли 18 должностных лиц, в том числе трех чиновников регионального Минстроя. Проблемы дольщиков решаются в регионе не с той же скоростью, что выписываются штрафы. Тем не менее, власти проводят встречи с участниками строительства каждого объекта и уверяют, что по большому числу уже выбран путь решения проблем. Применяются разные механизмы помощи. Всех, кто пока ее не получил и не получил ответы от чиновников, прокуратура призывает звонить на горячую линию. Ее проведут 29 марта с 10 до 17. Телефон 38-11-53. Программа Экономика. За счет бюджета кировчанам прорекламируют нацпроекты. Гордума Кирова на этой неделе рассмотрит поправки в бюджет. Выделяется 7,5 миллионов рублей на рекламную деятельность. Эти деньги пойдут на изготовление и содержание рекламных конструкций. А рекламируют за счет налогоплательщиков. Собираются участие Кирова в нацпроектах. Кировчанам расскажут, что за счет федеральных денег меняется в городе. А также собираются производить социальную рекламу по профилактике наркомании. Всего на рекламную деятельность в этом году бюджет Кирова потратит 15 миллионов рублей. Это меньше, чем на проведение уличного освещения. В 2021 году на него в бюджете есть только 13 миллионов. «Экономика» на 101 ФМ. Изменились правила взыскания долгов по налогам. Как и ранее, требование налогоплательщику должно быть направлено в течение трех месяцев со дня выявления недоимки. Но если сумма долга менее 3000 рублей, требование можно направлять в течение года. Кроме того, увеличен до трех лет срок, в течение которого налоговые органы могут принудительно взыскать через суд долг в размере до 10 тысяч рублей. Напомню, что за каждый день просрочки по налогам начисляются пении. Если дело дойдет до суда, долг увеличится на сумму госпошлины и исполнительского сбора. Уточнить информацию о наличии и сумме задолженности можно несколькими способами. С помощью онлайн-сервиса личный кабинет налогоплательщика физического лица на сайте ФНС России на портале госуслуг лично в налоговой. «Экономика». В завершении о валютах доллар сегодня 76,76, официальный евро 89 рублей 26 копеек. Ольга Белезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» 101ФМ